Недалеко от музея кукол и старой рыночной площади есть улица Каменные Сходки. Данная улица, несомненно, одна из самых интересных частей старого города Варшавы. Вся улица состоит из лестниц и построек с обеих сторон. Сами видите, что она довольно-таки узенькая. Первые упоминания в улице относятся к 1527 году. Каменные сходки раньше вела к фурте Бялой, расположенной в пределах городских оборонительных стен. И далее к реке Висла. По улице носили воду из реки. В 17 веке она называлась на сходках, а в 18 веке сходка. А в конце 18 века каменные сходки. Что должно было подчеркнуть замену деревянных ступеней каменными ступенями. Ее также называли Приходня Часнул и Пешил. В декабре 1806 года Наполеон в сопровождении князя Юзефа Понятовского наблюдал за вислой с улицы Каменной Шотки. Улица застроена двумя домами и многоквартирным домом. Разрушенные во время Великой Отечественной войны здания частично установлены с 1952 по 1962 года. Тогда же были разобраны застройки между улицами Жозовой и Бугай. В 19 и 20 веках это было место, которое часто посещали художники. Благодаря неповторимому очарованию многочисленным деталям и красочным фасадам стен многоквартирных домов, улица стала популярной среди фотографов, которые часто проводят на ее фоне свадебные фотосессии. Очередная реконструкция улицы прошла в 2002 году между улицей Бжозова и Бугай. 78 ступеней были заменены на новый из серого гранита. Также были заменены деревянные поручни, железные решетки, калитки и кое-где подпорная стена вдоль улицы. Часть стены укреплена. Дополнительно стена была покрыта плитами из светлого песчанника. Во время ремонтных работ, среди прочего, на фундаменте многоквартирного дома 18 века и старого желоба, как отдельная улица Каменные Сходки состоит из двух поместьй, обозначенных номерами 2607 и 2605. Она была построена в первой половине 18 века. В более ранних переписках о ней нет упоминаний, и первый Дейтсон отметил ее в своей инспекции в 1754 году под названием «Улица над Шотками Каменными», где в то время стоял один многоквартирный дом и два деревянных дома. В 1780 году жители за свой счет должны были построить еще один пролет лестницы от улицы Джозевой до Бугая. По углам этого прохода до сих пор сохранились следы ворот и башни, которые когда-то существовали на этом месте. Первые, на самом деле, были одними из самых больших ворот в стенах, которые были названы в честь башни или Белой башни, которые часто упоминаются в архивных файлах. В 1770 году они были настолько разрушены, что магистрат назначил совет строителей. Они оценили строение как лачугу, которую нужно снести. В конце концов, оно было восстановлено и все еще стояло в 1780 году. Но вскоре после этого его полностью разобрали, так как угрожала опасность обрушения. По словам Кольберга, его снесли только в 1838 году. Каменные ступени запоминаются тем, что Наполеон I, император французов, проходил по ним, когда его войска стояли в Варшаве в декабре 1806 года. А направлялся он к Рызночной площади и задержался здесь, чтобы осмотреть город. Он, прибыв вечером в сопровождении князя Юзефа Понятовского и нескольких французских маршалов, приказал провести ближайшую дорогу к берегу Вислы и указал в этом направлении, сказав, что здесь протекает река и он хочет видеть ее из окон замка. Вы спросите, а что тут делал Наполеон I? Отвечу. Французская армия помогала Великопольскому восстанию в 1806 году, когда Польша восстала против властей Прусского королевства. Восстание было организовано генералом Яном Генриком Домбровским, получившим поддержку Наполеона. Благодаря наступлению французской армии в ходе войны Четвертой коалиции восстание достигло успехов и привело к итогам Тильзитского мира, к основанию Варшавского герцогства, это буферного государства, направленного против Пруссии и России. Засим, про эту маленькую улочку мы вам поведали, советуем посетить ее при посещении Варшавы. Очень занятно и интересно. Азасим, всем всего доброго, счастливо, пока!